Всем здарова, с вами Найт, и сегодня мы поиграем, наконец-таки, в новый мод, в который я хотел поиграть хрен его пойми когда, но потом вышло обновление на чистовик, как я понял, и я уже занялся чистовиком. Короче, нажимаем инструменты, моды, пользовательские сценарии, и тут у меня есть эксперименты, а это, где там его еще, какие моды я не проходил. Так, 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 милый, а, это было, они пьют не только, а, это там недострой какой-то, приключение Мегумин, это второй мод, который я не прошел, мемное лето, мне просто стало интересно, что это за такое, и что с чем они его едят. Привет из прошлого, хер его пойми, что это такое, возможно, я смотрел, возможно, нет. И переходим к таким вот модам, которые я хотел посмотреть, это Врата Штейна, потом, Звездный путь, я не знаю, стоит, не стоит, История этого пионера, хер его пойми, тоже, что это такое. Так, что нажимаем, Врата Штейна, конечный цикл. И тут даже новое менюха, блин, вот это вот прикольненько сделано, я надеюсь, что в файлах будет картинка, чтобы вот ее прям поставить на фон, на превьюшку. Я очень, очень люблю вот это вот аниме, сериал, под названием Врата Штейна, еще, как я могу его называть, Штаны Вратаря, Ширинка Штанов, потому что, ну, Ширинка же это Врата, Врата, Штаны есть, Штаны есть. Так, что, можем нажимать, начать игру, и, в принципе, так, с настройки информации, стоп, а что по информации? Информация, приветствую всех, читайте модификации Врата Штаны, конечный цикл. Если бы к какой-то причине вам не удалось прочитать начальное предупреждение перед прологом, сделать это можно здесь. Прогресс разработки, пролог завершен, акт первый завершен, второй акт завершен, третий акт в планах, эпилог, ну, хрен его пойми когда. Для того, чтобы получить дополнительную информацию или связаться с автором, можете воспользоваться одной из приведенных ниже ссылок. Группа ВКонтакте, страница в Стим. Окей, окей, я теперь буду в курсе, а то, скорее всего, если бы мод у меня этот закончился, я бы такой, в смысле, а че он недоделанный? А тут уже написано, акт третий в планах, эпилог тоже в планах, но уже в более каких-то дальних. Сначала третьим актом они пусть займутся, а потом уже эпилогом. Нажимаем начать и выбер эпизода. Ну, конечно же, пролог. С чего все вообще началось? Мне очень нравится вот эта тематика мировых линий, то, что там со временем как-то... А когда я прочитал описание, то есть главный герой, вот Акабе, мне кажется, это еще будет Курицу, Курица, как там ее, я уж немного позабыл, потому что я хрен пойми, когда смотрел это аниме. Мазеши, насколько я помню, и... А, вот тут, скорее всего, дисклеймер-то. Че я, блин, надумаю? Пока вы еще не приступили к чтению, автор хочет предупредить вас о некоторых важных деталях. Для того, чтобы полноценно понять историю и избежать неприятных спойлеров, читателям рекомендуется изначально ознакомиться с произведением под названием Steins Gate. Но так как вы запустили эту модификацию, вполне вероятно, что вы уже хорошо знаете об этом замечательном произведении. Я тут с автором не поспорю, действительно замечательное. Мне очень нравится «Назад в будущее», мне вот также очень понравились «Врата Штейна», где можно с помощью микроволновки перемещаться во времени. Я помню еще какой-то фильм «Джакузи. Машина времени» или «На диване. Машина времени». Хрен его пойми. Короче, где-то там «Машина времени». В нашей истории будут происходить события, для понимания которых потребуется знание из трех источников. «Штейнсгейт», «Штейнсгейт 0», я, кстати, начал его смотреть, но не досмотрел. И «Штейнсгейт муви Фука Юрия, но дежаву», полнометражный фильм. «Блин, это тоже мне надо посмотреть». «Хронологический поведение» начинается с конца пятой главы визуальной новеллы, или с двенадцатой серии первого сезона аниме. События происходят в альтернативной мировой линии. Или же... Или же все-таки вонаши, да? Авторы хотят сказать. Также маленькое дополнение. В процессе прохождения у вас могут возникнуть вполне резон вопросы к истории или к самому автору. Возможно, кто-то обратит внимание на некоторые несостыковки в сюжете, как это может показаться на первый взгляд. Спешу сообщить, что практически на каждый сюжет, образующий вопрос, будет дан исчерпывающий ответ по мере продвижения сюжета. Это также касается и потенциальных несостыковок. Остается только запастись терпением и доверием к автору. А в остальном, спасибо за то, что уделяете время этой модификации. Приятного вам чтения. Ну, а вам, как говорится, приятного просмотра. Там чаек, кота берите, еще какого-то, я не знаю, животного своего и погнали. Пролог. 13.08.2010. 14.00. Я единственное, что помню, то, что где-то в августе 10-го они изобрели машину времени, и потом... А, во, пошло. Этот эксперимент может закончиться разрушением результатов работы ученых и философов, проведенных в течение многих столетий. Эй, у Маюши есть идея. Почему бы нам не заставить прыгнуть банану вместо себя? Ох, Маюри, банана, в отличие от людей, не имеет мозга. А, это они только-только и тестируют с бананами. Нифига себе. Ах, нужен мозг, ах. Ну, что скажешь, Акабе? Ах, стоит попробовать. Бля, я немного подзабыл, как Акабе озвучивать. Неужели у нас и правда получилось? Сложно сказать. Пока мы не проверяли работоспособность машины для прыжков во времени. Стоп, они уже машину для прыжков, что ли, сделали? Где шлем на голову одевается, и воспоминания перемещаются обратно. Если это возможно, то мы получим способность повелевать временем. А, асси... А, это, блядь, ориентарь, я думал то, что это говорит. Ассистентка! Сколько раз тебе повторять яния? Оставь свои жалобы для тебя. Я, безумный ученый, Хокинг Кема, смело заявляю об успешном заявлении разработки машины для прыжков во времени. Эх, как всегда на Ирона, да? Впрочем, много исхода ожидать и не стоило. Это при том, что всю работу сделала Макисия Ксиси... Блядь, Макисия Щи. Радуйся, Кристина. Одно лишь мое присутствие раскрывает тебе весь талант и любовь к экспериментам. Ну или твои присутствие ухудшает когнитивные способности всех в этой комнате. Ах! Черт возьми, ничего, вскоре ты будешь вынужденно признать мое величие. Однако вернемся к нашей главной теме. Я окинул взглядом в машину для прыжков во времени. Противоречивые чувства. С одной стороны, меня переполняет желание испытать ее. С другой, а насколько это безопасно? Акабо, я уже тебе говорил, для проверки машины нам потребуется подопытный. С мозгом! Да, с мозгом даже Хоакин Кьома подходит по этому параметру. Хватит слов, пора переходить к действиям. Ступо, это... Блядь, а это не тот день, где... Короче, те, кто не смотрел, не буду спойлерить, что... Резко оборвал я стоящих рядом Майюри и Курицу. Думаю, самое время приступить к тестированию. Прямо сейчас? Голос Кристины прозвучал неуверенно. А зачем медлить? Если ты сомневаешься в собственной разработке... А, или ты сомневаешься в собственной разработке. Ничего я не сомневаюсь. Тогда решено. Сколько времени необходимо на подготовку машины для прыжков во времени? К чему такая спешка? Нужно всё тщательно взвесить, прежде чем... Я попросил тебя, ёбаный комар, улети отсюда, а! Чё ты тут, блин, летаешь, мешаешь около микро... А, бля! Сука, улетел! Чуть по микрофону не заретил. Так, чё там уговорилось? Я попросил тебя создать все это устройство не для того, чтобы оно прилетилось на полке. Я повторяю свой вопрос. Сколько времени требуется на подготовку? Для отправки нам достаточно указать на значение на микроволновке, которое определит, насколько далеко в прошлое будет совершен прыжок. Начинаю... А, напоминаю, что дальность прыжка ограничена 48 часами. Прыгать свыше этого небезопасно. Значит, не более 48 часов. Если превысить этот барьер... Хм, что же случится тогда? Тем не менее, для испытания нашего изобретения необязательно выставлять предельное значение. Голос ассистинки прервал мое размышление. Другими словами, устройство полностью готово к тестированию. На мгновение в лаборатории воцарилось молчание. Напряжение повесло в воздухе, что явно можно было увидеть на лице каждого члена лаборатории. Блядь, только не говорите то, что это тот самый день. Сука. Эй, Акабо, кто будет прыгать? Маюша не хочет прыгать в прошлое, и не хочет, чтобы другие прыгали. Все хорошо, Майюри. Не переживай. Великий ученый Хокинг Кома не даст себя в обиду. Секунду спустя, мой взгляд уловил скептическое выражение Сакурису. Удивительно, а очевидно, она покручивает в голове огромное количество мыслей, касательно всей этой ситуации. Я тоже отказусь. К тому же, 2D-тян в моей игре вряд ли одобрит подобный поступок. Их можно понять. Здравый страх перед неизвестным. Буквально пару недель назад мы и подумать не могли, что в нашем распоряжении появится рабочая машина времени. А рабочая ли? Способность моей системки иначе как гениальными не назовешь. Но достаточно ли этого для создания изобретения, способного перемещать людей в прошлое? Пора принять решение. Действие безумного ученого всегда сопряжено с риском. В конце концов, за мной охотится организация. Я всегда должен быть на шаг впереди. Ну, я пойду. Это мой долг, как основатель лаборатории гаджетов будущего. Ты уверен? Не то, чтобы я волновалась. Ты действительно готов пойти на это? После заключительного вопроса, Лису, Кристина слегка покрылась румянцем. Она, скорее всего, покрылась румянцем из-за того, что, типа, о, нихрена себе эта зануда исчезнет, потому что в некоторых моментах аниме она действительно так о нем, возможно, и думала. Что это с ней? Ха, температура. Да, да, температура. Да, готов. Приготовим машину для прыжков во времени. Я хочу прыгнуть на 24 часа назад. Раз мы ограничены 48 часами, почему мне нельзя среднее значение в 24 часа? Подобная идея показалась мне весьма разумной. Ровно на сутки в прошлое. Ассистинка начала вводить данные на компьютере. Так, все готово. Осталось надеть эти наушники и ввести команду для начала процесса. Курица указала пальцем на гарнитуру. Блядь, это тот день. На гарнитуру, лежащую около компьютера. Момент истины. Конечная дата 12 августа 2010 года. Половина третьего дня. Я подошел к столу и надел наушники. Стоит так торопить события. Что же, если прыжок завершится неудачей... Выдержав небольшую паузу, я повернулся к остальным. На охлицах от чертова было видно беспокойство, появившееся вследствие моего решения. Стоп, или это не тот день? А Карин, а если с тобой что-то случится? Не переживай, майори. В моей жизни возникали куда более опасные ситуации, чем это. Все под контролем. Тогда будь осторожен. А, чувак, мы будем тебя помнить. Сделай это. Когда окажешься во вчерашнем дне, расскажи мне обо всем. Прошлое я должна буду поверить в это. Обрати внимание на телефон, который тебе окажется около уха в момент прибытия. Это убедит тебя в праведливости твоих слов. А, закончив своим инструктажом, Курица улыбнулась и показала одобрительный жест рукой. Понял, будет сделано. Я хочу обратиться ко всем присутствующим здесь, даже к вам, зрители. Хотя вы ничего не вспомните из сказанного сейчас, я благодарен вам за то, что каждый из вас был со мной все это время. Благодаря этому я стою здесь. Кому, как не мне, безумному ученому, провести этот эксперимент. Мой путь учустился и стал отчетливо ощущаться собственное сердцебиение. Ага, какая мелочь. Всего-то отправиться на сутки в прошлое. Да как два пальца об асфальт. Сделав продолжительный вдох, я сказал. Запускай. Стоящая рядом Курица мгновенно нажала на кнопку. Появился разряд и комната наполнена сверкающим светом. Все вокруг стало постепенно искажаться. В один момент окружающие меня предметы пропали в ослепительном на белом сиянии. 13-е, 08-е, 2010-е. Блин, в аниме это выглядело более прикольным. Как бы я не даю обувь усни до чего, но... Постепенно начали проявляться очертания окружающего мира, а точнее очертания нашей лаборатории. Зрение было нечетким, а в голове переполняло ноющая боль и зуд. Может ли быть ощущение зуда внутри головы? Странное чувство. Спустя буквально несколько секунд картинка в глазах стабилизировалась. И я начал четко различать предметы, располагающиеся рядом. Однако боль в голове по-прежнему не утихала. Так, в данный момент я сижу на диване. Слева от меня находится ассистентка. Дару, как обычно, сидит за своим компьютером. Мэйри что-то делает возле кухонного стола. Неужели получилось? Я в прошлом? Эй, АБ, в отличие от зрения, способность ясно различать звуки, вернулась ко мне не сразу. А, звуки вернулась ко мне не сразу. Поначалу это был сплошной гул и писк. Спустя некоторое время неразборчивый шум стал больше походить на различимую речь. АКБ, ты меня слышишь? Курица начала щелкать пальцами перед моими глазами. А, да, да, слышу. Решил я наконец ответить. В конечном итоге я пришел в порядок. Но неприятные ощущения в районе головы еще давали о себе знать. Побучный эффект от прыжка. Но это не имеет никакого значения. Перемщение прошло успешно. И я не умер. Не был стерц из реальности. И не превратился в желе. А значит... Кристина, какой сегодня день? Когда ты молчал, находился здесь, было уютнее. Не в том смысле, что мне уютно с тобой. Не, и вообще, что ты имеешь ввиду под фразой, какой сегодня день? В прямом смысле, какое сегодня что-то? Который час? Я не стал обращать внимание на неестественное поведение Кристины. Куда важнее убедиться в результате эксперимента. Странно, что ты это спрашиваешь. Сегодня, 12 августа. Мы ведь как раз... Ассистинка резко оборвала себя посреди предложений. Могла ли она догадаться? Неужели ты? Хе-хе-хе-хе. О-хо-хо-хо-хо-хо. Бля, я не знаю, смех у меня получился или нет. Это какая-то херня, по-моему. Дару и Майюрию мгновенно обернулись, услышав мой истерический приступ смеха. Именно так, ассистинка, ты все правильно поняла. Я сделал это. Хакинг-хема, чей интеллект превосходит интеллекты всех современных ученых. Смог подчинить себе время своей властью. Ровно через 24 часа ты закончил свою разработку машины для прыжков во времени. Мною было решено произвести эксперимент. Отправив собственную память на сутки в прошлое. Лицо Курицу выражало широкий спектр эмоций, среди которых можно было различить Толику недоверия. Я... Если это так, то ты только что доказал возможность перемещения человеческих воспоминаний в прошлое. Хотя я все еще сомневаюсь. Что? А Карин пришел из будущего? О, Майюша мало что поняла. Но вы все такие возбужденные. Майюша, можешь еще раз повторить такие возбужденные? Только более... Блядь, ну... Эээ... И Тару как всегда. Только более нежно. Эээ... Такие возб... Заткнись, извращенец! Эээ... Как грубо. Я не извращенец. Я извращенный джентльмен. А, ну... Ну, это многое менять. Ну... Если добавить ко всему слово джентльмен, то это совсем другое дело. Проигноривав последующие нелепые вздохи, Дару я решил встать, чтобы немного проветриться и... Буквально сразу же моя головная боль дала себе знать. Было тяжело устоять на ногах. И я присял обратно. Закрыл глаза на чуть... А, не, нихуя. Акабо, с тобой все хорошо? Акарин, мне не нравится, как ты выглядишь? Эээ... Все в порядке. Просто побочный эффект от прыжка. Эээ... Учитывая, что один миг твой мозг получил слышат трех терабайт информации, это неудивительно. Нагрузка на твою лимбистическую систему была чрезвычайно высокой. Неробиология. С ней курсу чувствую себя, как рыба в воде. Хотя в других областях науки она явно не хуже. Тем не менее, мои дальнейшие размышления приобрели расплывчатый характер из-за неважного самочувствия. Да, не стало рассчитывать, что все пройдет гладко. Возможно, стоит прилечь или даже вздремнуть немного. Отдохни, Акарин. Ученым тоже нужно расслабляться. Эээ... Спасибо, Майюри. Майюри, она всегда заботится обо мне. Но я... Я обязан следить за своей заложницей. Только мне разрешается делать с ней все, что я пожелаю. Майюри права. Ляг здесь, а я продолжу разработку машин для прыжков во времени. С этими словами она встала с дивана, целиком предоставив его мне в распоряжение. Мне лишь оставалось принять горизонтальное положение и расслабиться. Раз ты пришел, хотя... Не, он говорит, пришел. Здесь не совсем верно. Раз ты прыгнул из будущего, значит мне нужно хорошенько потрудиться. Все верно, Кристина. Тебе не стоит тратить драгоценное время на пустыне разговоры. Однако прежде я вскрою эту очередную коробку, чтобы найти часть коры головного мозга, где находятся слова Кристина и ассистинка, и удалить ее. Эээ... Мне стало не по себе. Пусть она и моя ассистинка. Порой ее гнев может напугать даже и таких безумных ученых, как Хокинг Хелла. Нужно быть поаккуратнее. Пожалуй, сейчас время для легкого дневного сна. Может быть, чувства зуды и этой идиотской боли утихнут. Следующее мгновение. Все потеряли ко мне интересы. Каждый стал заниматься своими делами. Прокручивая в голове разные мысли, я не заметил, как провалился в сон. Только не говорите, что он именно так попадет в совенок. Пустота. Даже меньше, чем пустота. Абсолютное небытие. А, состояние абсолютного небытия. Как я могу существовать там, где ничего нет? О! Знакомое очертание. Однако, сквозь непроглядную тьму начал проглядываться туманный образ некой территории. Она мне незнакома. Мой взгляд улавливает отдельные части местности. Вот какая-то площадь со статуей. А здесь подобие небольшого домика в форме треугольника. Что это? Акаба Рентара. Что? Кто здесь? Это был голос. Женский голос. Непривычное ощущение. Словно он звучал в моей голове. А не извне. Это я. Кто я? Я тебя не вижу. Мне нужна твоя помощь. Сразу же после этих слов появился передо мной силуэт человеческий, невысокого роста. Или не совсем человеческий. Мне кажется, ли у нее на голове кошачьи ушки. Тебе не кажется. Что? Что это? Я сказал слух. Ты просто слишком громко думаешь и смотришь прямо на них. Я знаю одну особу, которая носит кошачьи уши днем и ночью. Ты Румиха? У меня проскочила мысль, что я сейчас разговариваю с Феррис, но ты не похожа ни на нее. А кто такая Румиха? Окей, хрен ее знает, кто такая Румиха, но кем-то она скорее всего является. Но ты не похожа ни на нее и голос у тебя совершенно другой. Верно. Как я уже и сказала, мне нужна твоя помощь. После этих слов силуэт прояснился. Я увидел молодую девушку в крайне необычном облике. Мой взгляд снова невольно покосился на ее уши. Они что, настоящие? Настоящие, настоящие. Опять? Она читает мои мысли? Что вообще происходит? Подожди, подожди. Кто ты такая? И где мы находимся? В голове полный хавардак. Почему кто-то просит помощь у меня во сне? В двух словах не объяснить всего. Находимся мы преимущественно в твоем сне. Однако мое появление связало твой сон и то место, откуда я пришла. Поэтому ты видишь все эти образы. Она перелала рукой вокруг, обращая внимание на то, что я тебя увидела ранее. То место? Пришла? Могу ли я узнать хотя бы двое имя? Я перестал отвлекаться на ее причудливый внешний вид, который я, к слову, заслуживал отдельного внимания и сосредоточился на нашей беседе. У меня нет имени, но если тебе так будет удобнее, можешь назвать меня Кантоку. Эээ... Кантоку Ша, с японского надзирателя или руководителя. А тут такое есть! Нихуя! Нихуя! Я, по-моему, подобную вещь видел в этом в Любовь, Деньги и Рок-н-ролл. Правда, там табличка просто появлялась на небольшое время. Да и все. А это... А это даже лучше сделано. К примеру, вот, тебе стало интересу слово, да, что это такое? Кантоку. Или Кантоку. Взял, навелся. И все. И все. Тут даже символы, тут даже транскрипция. Кантоку Ша, с японского надзирателя или руководителя. Это сокращенная часть от слова надзиратель на вашем языке. То место, откуда я прибыла, не совсем обычное. Точнее, совсем необычное. Меня можно назвать надзирателем, так как я наблюдаю за всеми событиями, происходящими там. Надзиратель? Какая-то высшая сущность? О чем она говорит? Стоит ли вообще ее слушать, учитывая, что все это лишь мой сон? Тем не менее, во мне пробудилось желание узнать побольше. Хорошо, Накатян, расскажи мне все, что ты знаешь, и почему ты вынуждена просить моей помощи. Хотя последнее очевидно. Заручиться поддержкой Хаккина Кьома, что может быть более надежным решением. Еще одно имя для меня. Как мило. Вижу, ты успокоился. То, что ты сейчас услышишь, и мягко говоря, может шокировать. Я хочу, чтобы ты отправился со мной. Никакой конкретики, общей фразой только. Моя цель спасти людей. Вот это новость. Что? Каких людей спасти от чего? Вполне уместные вопросы. Хватит послушать мои мысли. Ты говоришь о спасении людей. Ну, от чего? И почему я должен в этом участвовать? Структура Вселенной достаточно замысловата, но ее можно понять. Как-то уже убедился, путешествия во времени возможно. Другой мир преобразился сменять декорации с увиденной ранней территории на усыпанной звездами космос. Благодаря димейлам и информации от Джона Траволта, а, от Джона Тайтера, было установлено наличие в мировых линий. Тут даже и про это пишется. Мировые линии, временные линии, концепции, описывающие Вселенную как бесчисленное количество вероятных реальностей. Каждая из них представляет из себя потенциально возможного варианта развития событий. В отличие от параллельных миров, в реальности может существовать только одна мировая линия. А, в реальности только одна мировая линия. Вот я, кстати, после просмотра анимехи задумался над этим, и я примерно вот в это и верю, то, что могут быть другие мировые линии, к примеру, в которых, я не знаю, там, я учился на одни пятерки. Хоть мне кажется это не совсем реально, но, допустим, такая ситуация. Или, ну, я не знаю, никакого пиздеца с февраля месяца не происходило. И это тоже, получается, другая мировая линия. Если кто не смотрел сериал, то я очень, очень советую посмотреть вот эту вот анимеху. Она прям шикарнейшая, вот прям шикарнейшая. И в ней есть одна очень хорошая мораль. О том, что в мировые линии лучше нахуй не лезть. В которых события развиваются по-разному. Хотя, хотя там даже и по-разному. Мораль может быть в некоторых моментах все-таки нужно куда-то взять, залезть в жопу, а потом вылезти из нее. В которых события развиваются по-разному. Тем не менее, во вселенной есть области, которые трудно объяснить с помощью вашей современной науки. Одна из таких областей мое привычное место обитания. мгновение ока все вокруг везде изменилось, вернулось к прежнему состоянию. Площадь, домики, лавочки. Понятие где здесь не совсем применимо. Как и понятие когда. Это место квази-реально... Стоп, а это что? Эээ... Квази-приставка от латинского языка означает мнимо, якобы, словно. Словно квази-реальность. Дословно можно передать как мнимая реальность или как бы реальность. А, то есть непонятно то ли сон, то ли реальность, то ли ты в дурку попал. Окей, и частично зависит от того, кто в нем находится. Зона во вселенной где действуют другие законы? Отчасти можно сказать и так. Произнесенную к Антоку несколько потрясло меня. Не успели мы полноценно исследовать феномен путешествия во времени, как мне говорят о существовании еще чего-то менее сверхъестественного, а не менее сверхъестественного. Позволь продолжить. Провести время за обсуждение чудес природы мы можем и позже. В данный момент меня беспокоит жизнь нескольких молодых особей, если быть точнее, шестерых человек. Так, а это интересно. Их жизни как-то связаны с этим? Я кинул рукой местность окружающего нас в Кантоку. Верно, пять девушек и один парень. А как же электро... электроники, электровеники? Все они застряли в этом месте, из которого уже долго времени не могут выбраться. Так, а это интересно. Звучит как сценарий какого-то научно-фантастического фильма, где снова необходимо всех спасти. Но Джейсона хрен завалишь с этого нигде тут нету, так что пришлось спросить тебя. Допустим, это так. Возникает закономерный вопрос. Какую роль в этом сюжете играю я? Если бы роль иронична, но ты единственная, кого я могу относительно безопасно переместить в эту область. Благодаря вашей разработке, которую вы назвали машина для прыжков во времени, появился способ попасть сюда ко мне. «Считывающий штейнер» Как ты его называешь? Он может нам помочь. «Считывающий штейнер» способность Акаба Рентары сохранить воспоминания о ее прошлых мировых лениях после их применения. А-а-а, я про это тоже почти забыл, то, что у него есть такая особенность. Я, кстати, не помню, а в анимехе объяснялось, почему именно у него такая особенность или нет? Или я просто не досмотрел до этого момента? Может быть, там в нулевых штейнах это объясняется? Или в полноразмерных штанах? Было весьма неожиданно услышать от этой особости о своей секретном стиле. Собственное подосознание играет со мной, что ли? Неудивительно, что ты не веришь мне. Ещё бы, это ведь просто сон. Я заметил тебя при отправке первого демейла. На протяжении последних двух недель, когда ты со своими друзьями игрался со временем и отвратился причине в прошлое, я наблюдала за тобой и за тем, как перестраиваются мировые линии. За мной наблюдали? Новые технологии, придуманные организации? Может быть, это всё хитрая попытка достать драгоценную информацию из моей головы? Эх, похоже, стоит добавить каплю серьёзности в нашу беседу. После этого Кантаку развернулась по лабороту, ткнув рукой в сторону, где я смог увидеть лабораторию. Смотри, это же я нашла... А, это же наша лаборатория, да? Замечаешь что-то необычное? А, что-то, что-то необычное, что-то необычное... А, ну, почти нет. Хрюня тут стоит. Лаба как лаба, вижу крестину, которая копается с машины для прыжков во времени. Истинно учёная, моя ассистентка. Рядом с ней Дару, помогая с разработкой. Хм, не вижу Майори. Она ушла в магазин за продуктами. Что в этом необычного? Словно смотрю какое-то кино. Конечно, многие хотели бы снять документальный фильм про нашу неповторимую лабораторию про гаджеты, изобретённую в её чертогах. Да, такое местечко ещё стоит поискать. Но ты не заметил одной важной детали? В лаборатории гаджетов будущего все детали важны? Не, Котян. Что я, по-твоему, должен упустить? Разве только что на столе отсутствует мой любимый доктор Пеппер, и это... А, и он в отдельности просто за собой наблюдает. Да ладно, заметил, наконец. То, что приковал мой взгляд, находилось не на столе, а за ним, на диване. Это я? Бинко, поразительно, что ты не обратил на это внимание сразу. Не, ну, в принципе, я вот так каждый... каждый день поступаю, и ничего. Чё, блин, тут такого удивительного-то, а? Ну, подумаешь, встал с дивана, осмотрелся. Ты лежишь на диване. Всё ещё, хотя ты только что встал. И такой, а хрен с ним, это дело-то житейское. Так, ладно, я жду объяснений. То, что ты видишь здесь, реальность. В наша реальность. Чё-то доктором Стрэнджем немного попахивает. В данный момент мы с тобой ведём наблюдение за комнатой в режиме реального времени. Посмотри, который здесь сейчас... Мой взор меткнулся в сторону часов, расположенных над диваном. Шестнадцать-двенадцать. Примерно полтора часа спустя, как я лёг вздревнуть. Вскоре после твоего пробуждения, Майюрий вернётся из магазина. И это будет шестнадцать-тридцать-одна. Получается, мой сон это и не сон вовсе? Или же это всё является побочным эффектом от прыжкова времени? Рассказ Кантаку порождает массу вопросов, на которые я попросту не могу найти ответов. И почему это оказались так важны живые... А, и почему в это оказались ввязаны живые люди? Ответы есть, но об этом позже. А, ну Семёна точно так же завлекали. Ответы есть, но будут они позже, в итоге нихера. В итоге он, как додик, сам искал ответы. А пока подумать с моей просьбой. Я ещё загляну к тебе сегодня ночью, чтобы услышать ответ. Договорились? Если я скажу нет, ты не придёшь? Пожалуй, сохраню интригу. Я лишь успел услышать тихий смешок перед тем, как она растворилась в воздухе. Не хватало добавить «ня» в конце предложения для пущего эффекта. Вдруг окружение стало терять чёткость, превращаясь в сплошную чёрную массу. Чувство невесомости постепенно наполняло тело, унося меня куда-то вдаль. О, ты уже проснулся? Не успел я толком прийти в себя после пробуждения, как Кристина стала что-то говорить из дальней части лаборатории. Ко-который сейчас? Часы над тобой. Был бы быстрее, если бы ты сказала. Пришлось проделать безумно сложную операцию по поднятию своего тела от дивана. Да, действительно. Действительно, Жиза. Чёрт бы тебя побрал, ассистентка. Я не готов на такие трюки сейчас. Кое-как став, я устроил свой взорный циферблат. 16.25. Два часа беспрерывного сна. Но это был сон ли? Если время словам этой таинственной особы с кошачьими ушами, наша беседа с ней была вполне реальной. И весь этот её рассказ тоже... Стоп. Необходимость прийти в себя и здраво оценить ситуацию. Сейчас мы говорим о вещах, не приписывающихся в классическом понимании мира. Хоть я одарённый, безумный учёный, цель которого разрушить мировую структуру, я теперь не до конца понимаю, какую именно структуру нужно разрушать. И всё же 6 человек. Теоретическая реальность, или как её стоит называть, всё это не даёт мне покоя. Слушай, Звезда 17. Обратился я к своей ассистентке. Знаешь, мне вполне достаточно и других кличек, которые ты придумал. Даже не оборачиваясь в мою сторону, зломно пробормотала она. Это имя превосходно отражает твой стиль жизни. Сложно с этим. Не успел я закончить, как увидел курсу, которая со свирепым выражением лица поднесла отвертку к своей голове, демонстрируя определённые хирургические манипуляции в районе лба. Прости, тем не менее, я правда хотел спросить кое-что. Слушаю тебя. Есть ли какие-нибудь непостижимые вещи во вселенной, которые современная наука не в силах объяснить? Мне кажется, до хера всего. С этими словами я подошёл поближе к курсу. Она, в свою очередь, слегка призадумывалась. С чего вдруг такой вопрос? Просто интересно, и всё-таки. Если так подумать, на самом деле современная наука не даёт ответ на многие вопросы. Чем больше мы узнаём, тем сильнее понимаем, как ничтожен наши знания об окружающем мире. А если конкретнее, ну, допустим, тёмная энергия, материя, тёмная энергия и материя, мы не можем напрямую наблюдать за их существованием. Однако способны замечать их гравитационное воздействие. Понятие тёмной энергии носит теоретический характер на текущий момент. А тёмная энергия, теоретический вид энергии, который является причиной наблюдаемого расширения Вселенной. Гипотетически. Тёмная материя, форма материи в космосе, которая недоступна прямому наблюдению, теоретически объясняет аномально высокую массу в большинстве космических объектов. Окей. Аналогичным образом дела обстоятся с чёрными дырами, хотя это уже есть общее представление про их принцип. Действия многих деталей остаются нам непонятны. Налицо огромное количество нюансов по типу первичных чёрных дыр, теории магнитосферы, белых дыр и так далее. Завершённая теория магнитосферы. Вы действительно хотите узнать об этом? Одумайтесь. Окей, я думал, что тут будет про это написано. Я могу как бы приебаться, что вот, недостаток, тут про это не написано, хотя тут, блин, просто пишут, типа, ну, блядь, вы действительно хотите про это узнать? Белая дыра. Полно противоположность чёрной дыры. Понятие носит теоретический характер, так как до сих пор не было найдено доказательство существования белых дыр в природе. То есть чёрная дыра всё в себя сасывает, а белая дыра всё в себя высасывает. Блин, я помню то, что как-то раз, к сожалению, посмотрел РЕН-ТВ, и там говорилось что-то про то, что в чёрную дыру, если попадёшь, то ты попадёшь в другую вселенную. откуда эти теории, я не знаю, я не знаю, возможно, там директор РЕН-ТВ про это знает, он там был, бухал, и, я не знаю, там распивал самогон, раздаривал всем другим живым организмам во вселенной. эээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ Однако экспериментально они так и не были обнаружены. Как видишь, достаточно занимательных вещей, о которых мы не знаем крайне мало. А, точнее, мы знаем крайне мало. Это все время Кристила говорила с явными ногтами заинтересования в голосе. Она и правда любит науку, собственно, как и эксперименты. Внезапно прозвучал звук открывающейся двери, и на пороге лаборатории показалась им Аюри с пакетами в руках. Я думаю, что на этом мы пока приостановимся и продолжим уже в следующей серии, потому что я уже заговоряется и начинаю просто жесть какая-то. И по голосу мне кажется, что еще чуть-чуть и голос будет похож на какого-то седого старика. Вот как-то так вот седого старика пародировать, да и все. Но, в принципе, для первой серии, я думаю, тоже достаточно. Увидели ушастую, она нам показала что да как, переместились во времени. И я думаю то, что в следующей серии мы уже как раз таки можем оказаться в том самом Савенке, где будем уже помогать вот этим вот шести... шести человекам. Так что на этом все. С вами был Найт. Если вам понравилось данное видео, хотите больше видеороликов по данному моду, то ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте, делитесь этим видео с друзьями. И всем до скорой встречи. Всем удачи, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok